Здравствуйте, уважаемые зрители! Сегодня мы находимся в гостях у Сергея Геннадьевича Позникова, руководителя, координатора штаба НОД города Иркутска. Здравствуйте, Сергей Геннадьевич! Здравствуйте, Татьяна Михайловна! Сегодня мы поговорим о государстве и народе. Как вы думаете, Сергей Геннадьевич, как может народ повлиять на государство? Может ли он повлиять на него? Ведь говорят, что что может зависеть от простого человека? Ну, вопрос очень важный, особенно сегодня. И важен он тем, что как раз вот этот излом общество, народ и государственная система используют для того, чтобы поломать наше государство. И как это делается, с одной стороны, а с другой стороны, как вы можете помочь государственной системе стать сильнее и работать не на кого-то, не на дядю, не на чиновника, а на вас, на активный народ. Для того, чтобы это происходило чисто исторически, наше государство, в чем его уникальность, оно и всегда выстраивалось не через захват, не через потворягов, а через нахождение своих людей, так называемых элиты, умных, ответственных, которые ставили как раз на руководящие посты и решали те проблемы, которые не у них были, а у того народа, вокруг которого эта система возникала. И в этом есть главное, что она без инициативы снизу, да, работать не будет. Не инициативный народ в этой ситуации наше государство выстроить и сделать жизнеспособным не может. Но только, видимо, объединившись на... Ну, не просто объединившись для противостояния, надо вот это понять. А понять, что в государственной системе те же люди, как и вы. И ваша задача не войти с ними в конфликт, а начать работать с ними вместе, в рамках той системы, которая уже выстроена. И здесь задача, скажем так, стратегическая, и здесь как раз отражение ментальности нашего народа. Это не моя хата с краю, а мы вместе. И если мы вместе, если мы по справедливости, то мы сильнее и творчески активнее. И наша страна, когда мы не в противостоянии с государственной системой, которая всегда уничтожает государство, исходя даже из истории, а в опоре друг на друга, мы и становимся тем живым организмом, как, ну, если, условно говоря, представьте, ваши мышцы будут спорить с вашими костями. А если они будут согласованы, операторы уже есть, развивая самих себя и, так сказать, создавая вот этот организм. Не больной, когда вдруг у вас начинает часть тела отторгать все остальное, что неизбежно ведет к гибели, а оно сильнее во взаимодействии, в помощи, в развитии друг друга. В чем, так сказать, я считаю, сила народа, что государственная система у нас может, мы всегда адаптируем внешние условия под свою ментальность. И настоящее русское, российское государство можно выстроить только в этом взаимодействии. не в подчиненности, скажем так, каким-то, кому-то, как-то, а в содружестве. И вот эти вещи, даже русские философы, тот же Бердяев, всегда отмечали ту собранность, так сказать, и даже их взгляд на понятие свободы, что свобода – произвол, произвол – это всегда разрушение. А свобода, она как раз единение нас. Ну, цель какая-то должна быть. Цель – это, недаром говорили, есть две вещи – Бог и человек, создание Божье. То есть, раскрытие вот этого в человеке, просто материального, не, скажем так, покушать, размножиться, подтвердиться, а выстраивать вокруг себя мир, в котором люди становятся более здоровые, более живые, более защищенные. Это, к этому... ...получается, что у нас, государство наше, находится не в развитии, а в своем собственном, а в системе, то есть в системе, в чужой. Абсолютно правильно. Но чьей чужой? Как раз вот тех, которые привыкли выстраивать государственность на основе захвата и грабежа, я их называю пиратами. Да. Вот, которые как раз всех остальных, которые живут, сами создают что-то, обязательно силой... Сморческих людей. Да, да, захватывают и питаются ими, как паразиты, агрессивные паразиты. И в свое время, сломав наше государство, эти паразиты выстроили, естественно, но эта система, как бы они ни хотели, может быть и, так сказать, нашей системой, то есть мы можем ее адаптировать. Первое. Убрать отторжение людей от нашей системы. А выстраивать взаимодействие с ней. Как? Да на простых вещах. Вы, избиратель, нельзя предлагать этим правам. Нельзя никогда сказать, что, а, все за меня все решили, и я в этом буду участвовать. Участвовать во всем, да? Во всех делах. Начиная с выборов. Да, даже если не из кого выбрать, но если есть ваше вовремя, вы обязательно, так сказать, будете выстраивать систему, будет проявляться неудачный кандидат. А кандидаты, которые решают ваши проблемы, они смогут на вас опереться. А когда вас нет? Да. Естественно, я... Отдел поле невозможно. Да, и как-то я... У меня возникла мысль, а ведь для того, чтобы купить избирателя, что и происходит, когда его мало, не хватает. А вы придите все, и у них уже не хватит денег, чтобы вас купить. Надеется. Вот. Даже вот, исходя даже из этих вещей, следовательно, уже будут голоса не купленные. А второе, что вы... И вторая часть. Есть в этой системе... Вот раньше была иллюзия о том, что в средствах там масса информации, или еще где-то, условно говоря, авторатура, полиция узнали о каких-то нарушениях закона, и они даже... Достаточно пришла информация, и они будут реагировать. Нет. Сейчас выстроена другая система. И если нет заявления от гражданина, система работать не будет. Значит, если вы обнаружили нарушение закона, ваша гражданская обязанность написать заявление и указать на это нарушение закона. Также мы можем требовать. Народ может требовать, допустим, изменить какие-то ситуации в жизни своей. Тут у нас находится в чужой системе. Нужно требовать изведения этой системы или нет? Да, да. Но требование как раз должно... Основа быть на чем? Если вы просто критикуете систему, она вот такая, а вместо того, чтобы изучить эту систему и как средствами этой системы добиваться своих целей, то вами будут пользоваться для того, чтобы дестабилизировать систему. Наверное. И поэтому я считаю, что здесь задача как раз, чтобы информация не на то, чтобы разрушить, а на то, чтобы может система на это реагировать, обязана, вернее, на это реагировать по закону, заставлять реагировать. Какими способами? Законными, информационными. То есть, проблему и, скажем, какие-то несовершенства нужно высвечивать. Но они не высветятся тогда, когда вы просто сидите на кухне и между собой чего-то обсудили. Они высветятся, когда об этой проблеме узнают многие. И те, кто обязан ее решать, они получат определенное информационное давление. Но, вы правильно заметили, что система может же быть и чужая. И у нас она действительно чужая. И наша задача как раз те нити, по которым эта система у нас под руководством извне, обрубить. Какие это нити? Если мы начнем с самого... Помимо нашей гражданской инициативы, мы должны менять основной закон, на котором выстраивается все законодательство. А ведь оно не просто выстроено, а выстроены еще и институты. И вот все зарубежные институты, первое, нами должны быть высвечены. То есть, они должны быть видны всем. Второе, эти на уровне закона институты, эти необходимо пресекать, то есть, проводить реформы. вот взять с моей точки зрения два узловых момента, там много, конечно, но два узловых момента, по которым это внешнее управление сначала выстроено идеологически, это то, что мы часть международного сообщества. То есть, не сами по себе, да, на уровне преамбулы. А мы часть, а раз мы часть, значит, мы обчиненные. То есть, тут ведь ситуация какая, вот в чем вот противоречие, на чем нас пытаются обмануть. нам говорят, ну, а раз мы часть, а если эта часть совершенная, то, казалось бы, этим мы не. Но мы видим по, так сказать, плодам узнать, узнать их. Вот, мы видим, что наша вера в свое время, что это так, она нам не помогла. Где последствия позитивные вот этого, что мы часть? То, что нас обирают. Видим, мы это можем показать. И вот эти вещи, когда внешне на нас влияет, скажем так, негативное разрушающее, мы также должны их обнаружить. А что мы можем убрать в системе? Ну, вот в данной ситуации, помимо преамбула, она должна отражать нашу ментальность, и наша, а не со стороны. Мы достаточно большой народ с глубокой историей, который может сам сформулировать и свои смыслы, и свои правила общежития. Но для того, чтобы это все сформулировать, мы должны как бы отгородиться немного, то есть осознать себя другими, и осознать то, что те другие, и что этот конфликт есть, и наша задача через этот конфликт не саморазрушиться, а просто... Как мы это сделаем? Мы это сделаем как раз через инициативу. Нам повезло, Господь нас коронит, и нам повезло, что у нас есть национальный лидер, который своими действиями показал, как он нашу страну возрождает. Сначала остановил разрушение, потихоньку как раз вот эти путы, которые тогда возникли, он их обрубает и создает институты, которые помогают ему это сделать. А народ в этой ситуации должен понимать, что его поддержки, то есть Владимир Владимирович Путин без вашей поддержки это не просто какой-то волшебник, который узнал и раз и сделал. Он должен на кого-то опереться, как раз вот этих благих пожеланий, благих намерениях, жажде справедливости необходимо стать вот этой опорой, чтобы он спокойно, благодаря вам, не пиратам, смог менять нашу родину, менять вот эту систему, которая уже бы работала не на пиратов, а на нас. Получается же один человек. А вот в этой ситуации получается один человек, но слава Богу, он вошел, попытался бы изменить правила внутри правил пиратов, то вдруг какой-то лох появился, начинает объяснять, что давайте жить по справедливости, по честности, не обманывать. Ну, на уровне этого и пираты так говорят, чтобы вас обмануть, так сказать, вас развести. появился бы человек, который искренне попытался бы это внедрить. Его бы никто не поддерживал, дурачком бы представили и все. А когда мы являемся сторонниками такого мировоззрения, мы становимся той опорой, которая реально меняет нашу страну. Вот еще один такой пункт, помимо преамбулы, это приоритет международного права, где они могут что-либо менять и что-либо назвать по закону, по правилам. И вот эту лазеечку также надо прикрыть. И через сначала реформирование Конституции на ее основе принятия новых законов, принятия новых консалтинг фирмы. Почему они зарубежные? Зачем они зарубежные? Что у нас нет интеллектуальных ресурсов для того, чтобы анализировать законы и выстраивать стратегию самим? Есть. Да, есть, но они не объединены. Не выстроены институты. Их надо будет выстроить. Как-то так. Спасибо вам, Сергей Геннадьевич, за интересную беседу. До свидания, уважаемые зрители. До свидания. И сколько это было? субтитры создавал DimaTorzok